Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Нужна конкретика, нужно глубокое понимание проблем конкретных и районов, и групп районов, например, за Уралией и так далее. Вот, этого пока нет. Потому появляются не то чтобы сомнения, но некие предположения о том, что есть проблемы, о которых или не знали заранее, или, ну, скажем так, умалчивали. Вот, если оценивать пропорцию пропагандистскую компоненту и компоненту такого конструктивного воздействия на конструкцию власти, на то, как она устроена, я думаю, что пока пропагандистской компоненты немного. Ну, то есть, таких вот действий и сообщений, и заявлений о том, что, ну, которые бы склоняли условного избирателя на сторону проголосовать за Хабирова, пока их немного. Но у нас, вроде как, напрямую наводку выводится вот этот вот мегахолдинг информационный, который заявлен и который, вроде как, должен начать работать. Вот, с его стороны как раз и пойдет, наверное, вот это воздействие, которое начнется, ну, не раньше, наверное, чем в апреле. А как вам риторика вот ради Хабирова? Он как-то заявил, что, в общем, не хочется ему краснеть перед президентом, а не перед избирателями. Ну, это, скорее, конечно, достаточно инстинктивное выражение, потому что долгое время Хабиров работал, ну, если не в прямом, то в непосредственном подчинении президента, я имею в виду его период работы в администрации президента, люди, ну, автоматически, инстинктивно ассоциируют себя с руководством той организации, в которой они работают, соответственно, и там подотчетность, и какая-то ответственность, естественно, транслируется в сторону руководителя. Также после его перехода в Красногорск, близость к Москве и понимание географического положения Красногорска, давайте не будем забывать, что именно там находятся вот эти вот стратегические рублевские шоссе и прочее, это тоже, безусловная, близость к высшей элите государства, так что здесь нет ничего удивительного, это не оговорка по Фрейду, это прямая отсылка к тому, кто, ну, условно говоря, является его здесь патроном, прямым патроном, да? Что все нормально с этим? А в этом смысле вы согласны с Айратом Дельмухаметовым, который считает, что вот раз человек, в общем, отчитывается перед президентом и является его ставленником, он, в общем-то, и не политик вовсе, а чиновник? Сложный вопрос, в том смысле, что тут очень неконкретно определена терминология, что мы считаем политиком, что мы не считаем политиком, что мы отказываемся считать политиком, да? А может быть, и вообще не надо политиком быть в этой ситуации, я не знаю. Существовало много подходов к оценке деятельности, вот, скажем, губернаторов и глав регионов, была попытка превратить их в завхозов и администраторов территории, это была попытка политизировать по максимуму вот эти позиции, и то, и другое, наверное, неправильно, потому что губернатор по определению не может быть, не может не быть политиком, потому что, хотя бы потому что на его территории происходят, ну, ощутимые политические процессы, на его территории происходят взаимодействия политических партий, общественных объединений, всевозможных национальных, значит, явлений и объединений, то есть, как он может быть неполитиком? То есть, когда к нему начнут апеллировать, его спрашивают там и о позиции государства, а он воплощает государство на территории, и о позиции общества в отношении там каких-то политических процессов, он что будет говорить? Извините, я не политик, я тут, значит, улицы подметаю. Ну, это достаточно утилитарный, примитивный подход, который, наверное, нельзя применять в отношении должности губернатора. То есть, он и политик, и администратор, это однозначно. Другое дело, то, о чем говорил Диль Мухаммедов, о привнесенности фигуры, то есть, вот Путин назначил. К этому надо относиться философски, в том смысле, что у нас нет механизма организации, срочной организации выборов, то есть, по-хорошему, с уходом Хамитова, ну, вот, если брать такую классическую модель, у нас на пост временно исполняющего обязанности должен был заступить Морданов, и он же должен был организовывать выборы, которые должны были пройти, там, скажем, в течение трех-четырех ближайших месяцев, должны были появиться претенденты, и вот они должны были бороться за власть. Ну, у нас этот механизм пока не работает. Принято считать, что назначение временно исполняющего обязанности – это прямой сигнал обществу и политическим элитам региона о предпочтениях президента, ну, оно так и есть, действительно, значит, и вот потом делаются выборы. Но опыты Приморья, значит, еще там трех регионов, которые произошли вот этой осенью, у нас показывают, что иногда эта модель перестает работать. Вот, и я могу утешить Дельмухаметова тем, что, наверное, в скором времени эта модель вообще исчезнет. То есть, ну, я имею в виду, через год-два-три, может быть, и быстрее, я имею в виду, вот это привнесение вот этих временно исполняющих с похлопыванием по плечу и, ну, там, придание ему волшебного импульса покровительства Кремля. Это что такое должно произойти, чтобы эта модель исчезла? Ну, судя по всему, это, причем Кремль, скорее всего, сам откажется от этой модели, потому что, ну, потому что она перестает работать. Вот, уже примеры там и есть. Будут найдены другие модели, другие способы введения людей во власть. Это же, естественно, когда высшая власть пытается, ну, воздействовать на власть в регионах. Я имею в виду, естественно, с точки зрения интересов. Ну, конечно же, Кремль заинтересован в контроле над территорией. То есть, с этим, наверное, спорить никто не будет. Можно обсуждать, правильно это или неправильно, но это остается фактом. Соответственно, он ищет механизмы привнесения этих своих людей, условно говоря, простым языком выражаясь. Вот есть такой механизм назначения временно исполняющего обязанностей. А если пофантазировать, во что это может превратиться? То есть, какой механизм может быть избран? Ну, я вполне допускаю, что существует механизм одобрения временных фигур через местные парламенты, например. Внесение, опять же. Можно фантазировать о том, что крупные партии или парламентские партии могут предлагать свои 3 или 4 кандидата. На должность в РИО. На должность в РИО, а потом также будут проводиться выборы. Но выборы никто не осмелится отменить, я имею в виду региональные выборы. Соответственно, ну, это можно говорить о многих вещах. Могут оставлять того же премьер-министра. В конце концов, в этом тоже нет ничего деструктивного. Потому что человек теоретически на период организации выборов вполне должен справиться с ситуацией, если она не является катастрофической. То есть, и так далее. То есть, вариантов много, но все меняется. Вот эта система начинает постепенно себя изживать. Тогда насколько реалистичен сценарий проведения в 2019 году таких конкурентных, интересных выборов? Ну, я слышал уже рассуждение господина Савичева о том, что это случится чуть ли не обязательно. Я с сомнением отношусь к абсолютному подходу к этому вопросу. Я вполне допускаю, что в Кремле есть предположение, представление о том, что выборы, если не должны быть однозначно конкурентными, они должны быть максимально прозрачными. В представлении Кремля, я имею в виду, и максимально должны давать представление населению о том, что они существуют. Вот эта концепция точно есть сейчас. Потому что власть в стране слегка обескуражена восприятием населения выборов. Значит, когда дошло уже до точки, и вот когда первые случаи, когда задача была поставлена как нагнетание явки, увеличение явки, это был первый признак вот этого недовольства, испуга, как хотите это трактуете, того, что население стало игнорировать выборы. А почему стало игнорировать? Потому что стало появляться понимание в населении того, что выборы, ну, они ничего не решают, они никому не нужны. Вот это вот, с одной стороны, когда на первом этапе этого процесса это было очень удобно и очень хорошо для власти, в том смысле, что люди перестали апеллировать к результатам выборов, предполагая, что ну, там же все уже решили. А крайняя стадия уже этой болезни превратилась в отрицание вообще смысла этих выборов. Ну, и как любая крайность, это тоже очень неправильно и невыгодно.